Насосные станции, водозаборы и очистные сооружения. В течение трех дней общественники, журналисты, блогеры из разных городов и активисты Общероссийского народного фронта осматривали наиболее важные объекты водопроводно-канализационного комплекса города, которые по решению суда с 1 сентября были переданы на баланс муниципальному водоканалу. Одним из инициаторов народной проверки стала Наталья Нестеренко. Журналист крупного аналитического портала, член регионального штаба ОНФ, узнала о ситуации из интернета и собрала группу неравнодушных. У нас организации, которые эксплуатируют сети, они работают, то есть закрыто в основном об общественности. И то, что сегодня мы имеем такую возможность пойти и посмотреть, что действительно происходит, взять комментарий и транслировать это всем окружающим, всем заинтересованным, это прекрасная возможность, отличное нововведение, на мой взгляд. Объект, который больше всего произвел впечатление на общественников, но впечатление со знаком «минус» – это обзугинские очистные сооружения, в частности, их недостроенная вторая очередь. Этот вопрос активисты пообещали поднять на заседании общественной палаты края. Возмутило и состояние закупленного для той самой второй очереди дорогостоящего оборудования. Я лично увидел своими глазами несколько агрегатов дорогостоящих, которые хранятся под открытым небом. На мой взгляд, это является, ненадлежащее их хранение является причинением вреда, и здесь, естественно, МУП должен, на мой взгляд, приявлять соответствующие претензии тому лицу, который был ответственен за его хранение. Достраиваться вторая очередь очистных на Бзугу будет в следующем году. Не порадовало активистов и то, в каком плачевном состоянии находится ряд насосных станций курорта, работающих на своем пределе. Впрочем, остались и положительные впечатления. В частности, быстрое решение МУП водоканалом, проблем, которые Сочи водоканал не решал годами. Например, на восстановление одной из ниток водовода на Ландышево и МУПа потребовалось всего 15 дней. На установку перемычки на насосной станции батарейка – одна ночь. Найдено, наконец, и решение проблемы с водоводом на Медовой. За два года он рвался 50 раз. Часть трубы будет переложена в коренные породы, и ветки уже будут не страшны оползням. Естественно, у нас есть уже сверстная производственная программа, есть инвестиционная программа, она будет влажена. И все те проблемы, которые вы видели, они уже имеют свое ценовое выражение и высокие его реализации. Оценили активисты и адлерские очистные сооружения. Отметили, очень понравился вкус питьевой воды, качество морской и не только. Первое, что вообще меня очень сильно положительно удивило, нам показали, какого качества вода, то есть канализация может сливаться в море в том случае, когда она проходит нормальную очистку. И это была практически бесцветная жидкость. Такую практику забытого с советского времени народного контроля нужно обязательно продолжать, подчеркнули активисты. В их планах приехать в Сочи еще раз, оценить ситуацию уже в прогрессе.